Все больше казахстанок становятся жертвами приверженцев радикальных религиозных взглядов. Как минимум пять девушек каждый день обращаются в центры реабилитации. Туда они приходят с разбитыми судьбами и сломанной психикой. Рассказывать о том, что с ними случилось, они не хотят. Амина Калитаева – исключение. Она родила трех детей от трех разных мужчин. И сейчас оказалась в тяжелой ситуации. Женщина решила предупредить других девушек об опасности быть обманутыми. Свою историю она рассказала Ардак Камал. 35-летняя Амина решилась рассказать свою историю. В 20 лет она познакомилась с представителем запрещенной в Казахстане организации «Таблиги Джамат». До этой роковой встречи в ее жизни были друзья, семья и работа. Но после остались лишь унижения и трое детей от троих разных мужчин. Если муж будет мной недоволен, то я буду проклята и я попаду в ад. Когда я уже родила, через какое-то время он меня бросил, сказал, что я плохая, непослушная жена. Мужа Амины звали Айдос, но вступив в экстремистскую группу, он стал называть себя Абдул-Рахим. Сводничеством в их организации занимались сестры по вере. Там один из его друзей, они вместе читали намаз, вместе двигались. И тот изъявил желание жениться. А женщина должна соглашаться. Прожили где-то полгода. И он тоже сказал талах, мы развелись опять. У них есть такой хадис. Если твоя жена первая, например, чем-то недовольна, то ты возьми вторую. Со второй придет еще барракад. Потом, если со второй тоже нормально не сложится, возьми третью, четвертую. Вот когда четвертая, там придет барракад. И все вы четвером хорошо, счастливо заживете. Он то есть не работает. Я начала изучать Куран, книгу. И я поняла, что, оказывается, то, что написано в Куране, это совсем другое. Амина обратилась в центр реабилитации. Те направили ее в Комитет национальной безопасности. Там с ней работали психологи и теологи. Она нашла работу и начала новую жизнь. Но десятки девушек по всей стране еще находятся в ловушке радикалов. Власть имеет у нас государство, то есть ЗАГС. У нас ни мула, ни простой другой мусульманин, у него нет силы и возможности заставить исполнить нарушение договора либо со стороны женщины, либо со стороны мужчины. А вот то, что говорится в хадисах, что, мол, просто можно прочитать суру, двоих свидетелей, все, я не муж и жена, и сколько можно наложенность брать без конца и края, этого в Куране нет. Мы постоянно проводим разъяснительную работу. Местные исполнительные органы помогают таким женщинам восстановить необходимые документы о рождении ребенка и получать пособия. Но алименты от мужей они получать не смогут, так как не были официально замужем. Сколько семей в Казахстане живут по ложным религиозным законам, неизвестно. Во всех регионах страны работают специальные центры, которые возвращают их в традиционную светскую жизнь. Так, за несколько лет более 300 человек отказались от радикальных взглядов.